Маргариту Суханкину не узнать. Певица преобразилась настолько, что её не сразу узнают и собственные поклонники. От прежних пышных форм не осталось и следа. Я просто не помещалась в экран, а я человек как бы, ну, человек публичный, вот, и как бы мне важно, как я выгляжу на экране. То есть я понимала, что у меня уже продюсер, директор уже все кричали, что Рита, надо что-то делать, и всё. Никакие диеты уже не помогали. Суханкина шутит. В какой-то момент она стала набирать килограммы лишь от одного взгляда на тортики и пирожные. И мой нормальный вес, как бы, всегда был 70 килограмм, там, плюс-минус, вот, а у меня уже под 100, и всё, что-то куда-то всё, и раз это расширяюсь, расширяюсь. Она и сегодня почти ни в чём себе не отказывает, а лишний вес уходит чуть ли не по часам. Секрет прост. Певица решилась на операцию на языке хирургов гастрошунтирования, а если по-простому, то Маргарите Суханкиной ушили желудок. Выяснилось, что самое главное, что это операция обратимая, что, оказывается, можно всё вернуть на круги своя, что там что-то подшивают, но так как бы это можно потом, как говорится, распороть, да, как вот кофточку, которую ушили. Певицу вдохновил пример Александра Морозова, юмориста «Теперь нет отбоя от поклонниц». Ещё бы, такой кавалер – кровь с молоком. Молочная душа, но в связи с переменами внутри физиологическими у меня организм не очень хорошо стал реагировать на молоко. Жизнь и вес Александра Морозова изменились после посиделок у Наташи Королёвой. В гостях у певицы актёр встретил девушку необыкновенной красоты и вдруг понял, что все эти годы смотрелся в кривое зеркало. Я начал, естественно, её клеить, так как даже в жирном состоянии я всегда остался альфа-самцом. В общем, она на меня сможет как-то, как Морозов, ты что, обалдел, что ли? Короче, это оказался её директор Наташин Королёв. Я её не узнал, она потрясающе выглядела. А я говорю, как? Она говорит, я сделал себе бандаж на желудок. Теперь Морозов по себе знает путь к сердцу женщины, лежит через желудок. Два года он боролся с лишним весом всеми доступными способами, но сбросил за это время всего 8 килограммов. Запивая горе любимым молоком, актёр попросил хирургов сначала уменьшить ему желудок до размеров напёрстка, ничего при этом не удаляя, и только потом решился отрезать всё лишнее. Ну, представляете, я похудел на 60 с лишним килограмм. А так как я уже не юноша, и регенерация кожи уже не та, а, естественно, что-то у меня отвисло, это ужасно стало выглядеть, я ещё в душе-то я юный, поэтому мне хочется и напляшивать с голым торсом. Маргарита Суханкина уже сбросила 30 с лишним килограммов, и, похоже, это ещё не предел. Ну, как бы организм, нужно время что-то переварить, а тут у тебя просто не получается, то есть ты глотаешь вот этот вот кусок там или там полную ложку там чего-то, а у тебя вот тут вот всё это встаёт, потому что, ну, всё уменьшено там внутри. Певица честно признаётся, на модные диеты у неё просто не хватило силы воли и просит не верить слухам об услугах эндокринолога и чудо-уколах, на которые якобы подсел весь российский шоу-бизнес. Вы знаете, мне вот у этих звёзд хочется спросить, ребята, а что вы раньше этим не занимались, вот к эндокринологу не ходили? Мне кажется, что очень многие звёзды наши, ну, то есть они не хотят рассказывать особо о том, что они делают, потому что, насколько я знаю, я знаю, кто это говорит про эндокринологов, там всё это рассказывает, но по тому процессу, который происходит и по тому, что я вижу, по тому отражению, которое я вижу, так сказать, на экране, вот, я понимаю, что сделана абсолютно та же, абсолютно тоже шунтирование желудка. В этом году Алле Пугачёвой исполнится 73. Певица, встретившая весну в Израиле, заметно постройнела, помолодела, а про секрет чудодейственной диеты своим поклонникам отвечает лишь загадочной улыбкой. Ну, ходят слухи, что она себе могла ушить желудок. По другим данным, она себе сделала такой анализ крови у эндокринолога и перестала есть там какие-то продукты, что ей не подходят. В клиниках Мариат Мухиной звёздные пациенты оставили десятки, если не сотни лишних килограммов. Тот же певец Шура ход своей операции разве что только напрямую не транслировал в сеть. Доктор медицинских наук не сомневается. Случай Пугачёвой тоже вполне себе клинический. Давайте рассмотрим, например, такой клинический случай. Интересно, это по снижению весу Аллы Борисовны Пугачёвой. Мы контактируем с израильскими клиниками и, в принципе, уже эта информация ни для кого не секрет. Как мне объяснили, что это всё-таки была бариатрическая операция, именно шунтирование. Сбросивший почти 130 килограммов продюсер Максим Фадеев готовится поделиться секретами своей диеты в виде специального курса. Фадеев уверяет подписчиков, что таких впечатляющих результатов ему удалось добиться без хирургического вмешательства. Надежда Кадышева утверждает, что добилась невероятной стройности благодаря правильному питанию и регулярной зарядке. Вы всегда же как-то выглядите, рада собой ухаживать. Я за собой очень много ухаживаю пучком. А помимо этого? Помимо этого делаю зарядку. Не раскрывает секрет своей невероятной формы Лариса Долина. Господи, ну вот сейчас я буду вам рассказывать свои секреты. Ну, какой же это будет секрет, если я вам его раскрою? По словам Долины, чтобы иметь такую фигуру, ей пришлось отказаться от внушительного списка продуктов. И всего за полгода она перешла с 52-го на 46-й размер одежды. Никакого фотошопа, ни грамма. Просто очень хороший свет и то, что я сбросил 21 килограмм лишний. Вот и всё. Мне кажется, что все наши звёзды вообще, ну мне так кажется, наверное, это моё будет мнение, хотя многие могут сказать, что это не так, что мы сами, но я так скажу аккуратно, 90% тех, которые хорошо похудели и выглядят на экраны, скорее всего, выполнили бариатрические операции. Анна Семенович решила сделать себе сюрприз к собственному дню рождения. В марте блондинки исполнилось 44, и певица отправилась к пластическому хирургу. Я хочу вот это вот, вот это хочу брать. Накануне операции Семенович поделилась со своими поклонниками, что ранее два раза уменьшала грудь, но та вырастала снова. Теперь главное, чтобы то же самое не произошло и с подбородком. Дорогие мои, пришла в себя, сейчас поставят капельницу. Хотя профессионалы и подозревают, что одним только подбородком дело может не ограничиться. Она великолепная, конечно, и актриса, и певица. И она сделала такое видео, что она показала, что ей делали липосакцию и подбородка, и живота. Но мне кажется, это всё ловко, потому что сейчас она начнёт худеть, и это окажется в результате бариатрии. Лолита Милявская честно признаётся, к врачам ходит вовсе не для того, чтобы с их помощью быстренько сбросить всё лишнее. Я пошла к врачу, когда просто хреново себя чувствовала. И девиз моего врача-эндокринолога только один. Вы приходите ко мне не для того, чтобы делать из вас модель. Вот всё, а быть здоровым. Сети гадают. Певица всего за год похудела аж на 20 килограммов. Неужели всё дело исключительно в силе воли и изнурительных тренировках? По сути, первым, кто откровенно признался, что похудел при помощи хирургов, сделавших ему бариатрию, стал клоун Александр Морозов. Теперь он по себе знает, что со здоровьем лучше не шутить. Вот, собственно, святая святых для любого русского человека – это кухня, где мы проводим основное время. Сейчас, когда проходимцы и сети торгуют диетами от его имени, Морозов просит не верить слухам о чудо-уколах и фантастических диетах. И мне столько народа пишет в сетях, говорят, правда ли диета. То есть люди верят, люди верят. Маргарита Суханкина уверена, каждый должен делать выбор сам, не равняясь на глянцевых звёзд. Певица не скрывает свой секрет похудения. В апреле ей исполнится 58, и по её словам, сегодня она чувствует себя здоровее, чем когда бы то ни было. Естественно, я хожу к косметологу, какие-то там уколы красоты. Всё это, естественно, абсолютно в нашем возрасте. Тем более я как бы на публичный человек, я артистка, и мне надо, конечно, выглядеть, иметь лицо. Поэтому всё это присутствует в моей жизни, я тебя не стесняюсь.